здравия сегодня мы опять едим с ней еще не дим только готовишься вот я решил себе засушить мясо и заодно решил поделиться своим рецептом как бы на сушке мяса единственное что мудрая здраво эта мысль пришла ко мне только в середине процесса поэтому к сожалению но объясню сейчас как это все делается думаю что будет так понятно но сегодня уже можно сказать что ровно половина процесс изготовления сушеного мяса вот нам понадобится если будете сушить по моему рецепту что значит я делаю я купил кусок мяса чуть больше килограмма где-то 200 что не помню соль приправы приправы могут быть вообще совершенно любые у меня смесь ароматных трав так состав шалфей розмарин кимьян и короче говоря не суть важные всякие приправы для пола приправы для вторых блюд можно их использовать самый обычный лавровый лист вообще забор как бы специй на ваше усмотрение на ваш вкус единственное побольше соли то есть что соли и жалеем призасол понятно что кусок мяса специи соль и емкость мясо мы нарезаем вот у меня уже все готовы к сушке нарезаем тонкими кусками но кастрюли засыпаем солью ложим выкладываем слой мяса сверху посыпаем специями травами там что будет перец ловушка там вот это все хозяйство снова соли можем следующий слой и так далее до заполнения емкости дальше сверху накрываем например тарелкой и ставим гнет в таком состоянии мясо солится в течение трех дней первый день я оставил на подоконнике первый день оставляем в теплом месте чтобы она хорошо разошлось пропиталась и еще два дня потом держим в холодильнике некоторые рекомендуют выводить это все процессе засаливания мясо переворачивать сливать жидкости жидкости там практически так нет это копилюха утекает то есть мясо собственно в соку солится готовое мясо засоленное укладываем в сушилку либо можно подвелить его немножко на балконе чтобы он подветрил а потом повесить на батарею можно прямо сразу но учтите что батарею потом придется мыть у у кого есть сушилка можно выложить на сушилку спокойно и сушить я сушу оставляю на нас сейчас выложу завтра утром она уже будет готова и сухая сушилка у меня самая простецкая никаких режимов нету 60 градусов температура у меня не просто все сохнет и включил и оставляем на ночь финальная часть и сутки мясо сушилось в сушилке теперь она имеет вот такой вид готова к употреблению и финальная часть эксперимента у сушки взвешиваем предфинальная последняя часть мясо было говядина некоторые говорят что нужно убирать прожилки мясо срезать иначе жир быстрее портится чтобы она хранится будет меньше у нас она и так будет меньше хранится это уже очевидно вот и так 385 грамм была тарелка и 800 грамм грубо говоря то есть из килограмма получилось примерно 500 грамм готова очень вкусного и привлекательного мяса вот так финальная часть тест на любит проверка есть угощайтесь его можно опломить просто кусочек и вот вот этот вот мне трав много больше чем мясо ну а вот вкусно я люблю я не забрали ну и собственно употребление вот в таком виде можно сразу то есть сырое мясо не высушено можно нарезать тонкими полосочками тогда будет легче употреблять либо можно уже в таком засушенном виде настричь например ножницами по железу вот тоже возьму ну или просто руками ломать отрывать есть можно использовать как просто есть можно также сварить суп то есть для супа его нужно будет заранее замочить на какое-то время и и потом можно будет варить супе вот тут еще хотел сказать и забыл в общем вот сушеное мясо мясная жвачка очень вкусная занимает мало места практически ничего не весит дешевое сердито всем спасибо до свидания спасибо 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 Продолжение следует...